Анна, ваша презентация здесь озаглавлена. Есть ли STM в Сибири? Рассказывайте, есть ли он в целом и есть ли он в частности в вашей сети? Конечно, он есть. Именно об этом я, собственно, и приехала рассказывать. Как человек, причастный к его созданию, с твердой уверенностью заявляю, что да, он есть. Более того, отношение одолеи соответствует показателям Нильсон по России, как в супермаркетах, так и в дискаунтерах. Сколько у вас сейчас STM в сети представлено, и в каких примерно категориях вы работаете? Категории практически все, и в супермаркетах, и в дискаунтерах. Сколько в доле? Я имею ввиду низкий ценовой сегмент, средний ценовой сегмент, премиум товары. То есть на чем вы сейчас больше ориентируетесь? В большинстве своем текущая представленность – это низкий ценовой сегмент и товары первой цены. С 2023 года мы начали развивать средний ценовой сегмент, в премиум высокий пока не идем. Что у вас в топе? По-разному, наверное, в разных сетях. В большинстве своем это, конечно же, товары бокалейной категории и социально значимые товары. И товары в первой цене – это и хлеб, и молоко, крупы, сахар, растительное масло. Наверное, это такой самый топ. Почему вы решили именно ими заняться сначала? То есть с ними как-то проще работать или это просто очень востребованный у людей продукт? Вы знаете, на самом деле, практика STM в нашей сети уже довольно длительная. И это те товары, которые вводились в первую очередь. Как я уже говорила, в первую очередь, это социально значимые товары, на которые реагирует покупатель, которые являются определенным генератором трафика. Как много времени обычно уходит на то, чтобы придумать, ввести и поставить на полку какой-то товар? Вы знаете, по-разному бывает. Когда-то бывает очень много предложений производителей в каком-то определенном товаре и легко сразу же сориентироваться, выбрать. Когда-то приходится долго искать даже просто предложения от производителей, долго их оценивать, не подходит рецептура, не устраивают дегустационные баллы и так далее. Но в среднем где-то там с начала зарождения идеи и до ввода в сеть проходит от трех до шести месяцев. А у вас какой-то пул поставщиков есть или вы всякий раз под задачу его собираете? В том числе собираем. Да, есть определенный пул производителей, но если мы понимаем, что в данном списке у нас нет того производителя, который необходим именно сейчас, это опять же поиск. Насколько сложно, скажем, я не знаю просто есть ли такие случаи у вас, уговорить производителя, который допустим уже известен со своим брендом, что теперь ты должен нам производить по сути конкуренцию самому себе. Вот у вас есть такие кейсы в практике? Вы знаете, в большинстве своем, наверное, нет, не приходится сталкиваться. Может быть, там на начальных этапах зарождения СТМ, да, с этим сталкивались периодически. Сейчас производители с этим идут, в это идут с желанием. Они понимают, что для них это тоже определенный плюс, это загрузка производственных мощностей, да, и это какие-то определенные планы, потому что фиксируются объемы на год, и это уже какая-то определенная стабильность. А мелких поставщиков у вас много или как больше кого? Мелких, крупных, средних? Вы знаете, очень много локальных поставщиков, федеральных, наверное, не так много, потому что все-таки длительное у нас очень логистическое плечо получается, где-то мы ограничены по срокам годности, поэтому в большинстве своем производители локальные, но также мы работаем и с центральной Россией. Насколько сложно вот с маленькими договориться, чтобы все было? То есть я понимаю, что у вас тоже есть наверняка аудит свой, все вот эти вот бюрократические тонкости. Насколько это вот тормозит, не тормозит? Или уже как-то вы подтянули там местных, или они там смотрят друг на друга, может какая-то есть практика, во что они там друг у друга учатся, как правильно с вами работать? Да, и учатся друг у друга в том числе, но также у нас есть отдел по работе именно с местными производителями, который их развивает, который их продвигает. В СТМе в том числе мы их заводим, и уже сейчас у производителей есть определенная осознанность, что это не страшно, и в это можно идти. В чем основные проволочки бывают, если вот бывают? Основные проволочки, ну это, наверное, как раз та самая бюрократия, это заключение договора, потому что у сетей свои требования к поставщикам и производителям. Покупатель вашей сети знает, что вот это ваши марки, или вы не рассказываете об этом? Мы рассказываем об этом, рассказываем разными способами, и в соцсетях это транслируем, мы приглашаем медийных личностей нашего города для освещения данных товаров, для дегустации и так далее. А если вы пойдете, скажем, из низкого сегмента в более высокий премиальный, там вы тоже будете рассказывать, или какая будет стратегия? То есть, нужен ли покупателю знать, что какой-то там, ну реально, дорогой классный бренд, это бренд именно сети, а не просто, ну на рынке кто-то новый появился? Ну тут, знаете, наверное, для каждого товара это будет какой-то свой путь, где-то, да, мы будем делать именно упор на то, что это наша торговая марка, торговая марка сети. Если это будет прямое замещение бренда и какой-то скрытый СТМ, то вряд ли мы об этом покупателю станем рассказывать. А какую долю СТМ сейчас у вас еще раз занимает в продажах, в обороте? В супермаркетах 6,9%, а в дискаунтерах 15,1%. Это в денежном товарообороте. А цель в ближайшее время? Цель вообще до 27 года у нас уже есть определенная стратегия, которой мы будем следовать, и согласно этой стратегии в супермаркетах мы хотим долю увеличить до 10%, а в дискаунтерах до 25%. У вас там еще в презентации, которую вы готовили к этому мероприятию, есть такой слайд, что любят вообще сибирские покупатели. Вот это к чему? То есть это вы примериваетесь на... Давайте еще расскажите, что они любят. То есть вы примериваетесь на то, что в этих категориях вы тоже будете что-то делать? Или вы уже делаете? Нет, это уже запущенные товары СТМ в каких-то определенных категориях, которые являются топами продаж как раз в своей категории. На самом деле ассортимент, наверное, таких товаров очень большой, потому что, как я говорила ранее, много товаров представлено в первой цене. Это такой определенный маячок для покупателя, на который он реагирует. Но категории различные, там, начиная от хлеба и молока, заканчивая водкой и тортами. То есть и водку под СТМ вы тоже делаете? Да, делаем. Тогда так, каких товаров у вас вот точно уже хватает, а каких может быть недостаточно, и вы бы еще хотели вот в СТМ все-таки к себе их забрать? Да, вы знаете, тоже это есть. Есть вообще по данным российским максимальная доля в молочной категории. У нас эта категория до 23 года была немножко так неразвитым. Было много запусков как раз в рамках 23 года и планируется еще в 24 году. Также категория кондитерских изделий будет развиваться в 24 году. И как приоритетными категории будут определены категория нон-фуд и бытовая химия. Тоже там у нас недостаточно ассортимента и по сути закрыты только потребности в первой цене. А бытовую химию развивать с какой целью? То есть просто чтобы дать покупателю выбор или дать ему какую-то цену более низкую? То есть или просто зачем? Допустим, есть же какие-то там те же ватные палочки или диски, их там производят множество брендов? Ну как раз ватные палочки и диски у нас в СТМе представлены, представлены первой ценой. Здесь наверное сейчас задача расширения ассортимента именно собственных торговых марок с целью привлечения покупателя, получения каких-то отзывов хороших. Ну и наверное предоставление выбора. Это ваша марка, да? Да, да, конечно. А где вот эта самая грань, когда вот мы, ну, СТМ скажем, что хорош уже? Потому что ну получается, что СТМ сейчас все пошли, просто активно очень эта там категория растет и полка получается для брендов она все короче и короче становится. Где эта грань, когда вот мы дойдем, скажем, что уже хватит? Когда нужно остановиться? Да. Не знаю, тут наверное это только вот опыт и те действия, которые мы делаем, да, и которые мы оцениваем. Пока мы будем видеть положительный результат в плане замещения брендов и их сдвига, мы будем двигаться в этом направлении. Но не получится так, что в итоге просто одни бренды заместятся другими и по сути те же самые производители окажутся на полке, но просто под другими именами? Не исключен и такой вариант в том числе, потому что производители все-таки у нас растут, наверное, не так быстро, как ритейл. Такой вариант тоже возможен. Но здесь же есть еще точка зрения производителей, которые в один момент, наверное, скажут, стоп, хватит. И больше мы уже в СТМ с вами не пойдем. Ну вот они уже начинают говорить, что как раз мы общались, что уже звучат такие голоса, но поживем и видим. Если резюмировать еще раз коротко, какие у вас ближайшие планы и фокусы по развитию этой категории? Фокусные категории на 2024 год это кондитерские изделия, бытовая, химия и нон-фуд. Что еще в планах ближайшие? В планах мы проводим сейчас аудит, в принципе, существующих товаров СТМ, который уже представлен. Мы хотим, чтобы он был более заметен и более интересен покупателю визуально, поэтому мы проводим редизайн и ребрендинг уже существующих товаров. Ладно, спасибо большое, что, пожалуйста, заглянули к нам. Удачи в работе. Красиво большое. До свидания.